Приветствую всех дорогие друзья, в этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать 12-ядерный лайк. И только с вашего позволения я начну с расширения географии видеокарт Intel. Компания Ezra, которая раньше выпускала только видеокарты для AMD, выпустила свой вариант A380 под названием Challenger ITX OC. Таким образом компания стала вторым производителем после GANIR, который решил выпустить свой вариант младшей видеокарты Intel. Новинка построена на нереференсной плате и оснащена одним восьмиконтактным разъёмом, а также уже появилась продажа на площадке JD.com. И опять младшую модель Intel продают за 1300 юаней, что в переводе 192 доллара или 12 тысяч рублей, и по российским меркам это в принципе нормальная цена. Однако на том же JD.com от того же Ezra продается RX 6500 XT всего за 1429 юаней, и это всего на 1000 рублей дороже корявой карточки от Intel. То есть цена на A380 по прежнему огромная, и где там вообще 150 долларов, которые рекомендовала Intel, вообще непонятно. А учитывая все минусы этой затычки, то нормальный человек просто пойдёт и возьмёт RX 6500 XT и получит нормальную видеокарту вместо затычки с кучей багов. Копите Сим Кими поделился обновлённой информацией про RTX 4070, которой Nvidia всё же даст 12 ГБ памяти. Такой объём памяти должен быть подключён через 192-битную шину и к тому же будут использоваться модули на 21 Гбит в секунду. Кроме того говорится про полную версию чипа AD104 для RTX 4070 на 7680 ядер CUDA. То есть согласно свежей информации топовый чип будет в обычной модели, а не в 4070 Ti как предполагалось ранее. И именно в таком исполнении производительность 4070 вырастет где-то до 11 тысяч баллов в Time Spy Extreme. Другими словами она будет даже быстрее чем RTX 3090 Ti, если конечно Nvidia опять не поменяет характеристики этой модели. Согласно данным от VCC FT, компания AMD представит процессоры Ryzen 7000 уже 29 августа, а выйдут они на рынок 15 сентября. В свою очередь обзоры новинок стартуют за два дня до выхода, то есть 13 сентября. Что касается материнских плат, то они стартуют вместе с процессорами и их обзоры также следует ожидать 13 числа. И пожалуй отмечу, что слухи про старт продаж 15 сентября уже были, но вот дату анонса и обзоров до сих пор никто не упоминал. В любом случае AMD пообещала выпустить Zen 4 до конца сентября, поэтому даты более чем логичные. Помимо этого в сети появились финальные спецификации новых процессоров Ryzen 7000. Флагманский процессор Ryzen 9 7950X с 16 ядрами будет иметь значительно более высокие частоты по сравнению с нынешним флагманом. Сообщается, что базовая частота увеличилась с 3,4 до 4,5 ГГц, а частота буста увеличилась до 5,7 ГГц, то есть на целых 800 МГц по сравнению с Zen 3. Данный процессор получил более высокий TDP до 170 Вт и 230 Вт в режиме Boost. 12-ядерный Ryzen 9 7900X будет иметь еще более высокую базовую частоту 4,7 ГГц, что на целый 1 ГГц больше чем у 5900X. Но тактовая частота буста составит 5,6, что немного ниже чем у флагманской модели. Плюс ко всему у 7900X должен быть такой же TDP как и у 7950X, то есть 170 Вт. В свою очередь Ryzen 7 7700X с 8 ядрами будет разгоняться до 5,4 ГГц при базовой 4,5, а TDP останется таким же на 105 Вт. Что касается Ryzen 5 7600X, то его частота увеличена до 5,3 ГГц и даже младший камень должен получить TDP в 105 Вт, хотя сейчас это всего 65. Помимо этого все процессоры получат в два раза больше кэша L2, а вот кэш L3 пока что остался таким же как у обычных Zen 3. Хотя сами красные уже сказали, что работают над 3D кэшем для Ryzen 7000. И что касаемо процессоров в целом, то тут появилась интересная статистика по падению поставок Intel и AMD. У красных поставки мобильных и настольных CPU вместе взятых упали на 8 процентов, а у Intel поставки мобильных процессоров упали на 38 процентов и настольных на 19. Таким образом, явно видно, что в прошлом квартале AMD пострадала меньше, чем синий лагерь. Как и было обещано, китайская компания Inosilicon представила новое поколение графических процессоров серии Fantasy. Второе поколение представляет собой энергоэффективные чипы, которые могут обеспечивать производительность вычислений с одинарной точностью до 1,5 ТФ. Такой показатель, конечно же, хуже, чем у Fantasy 1, которая предлагает до 5 ТФ в конфигурации с одним GPU. Но основное внимание в Fantasy 2 уделяется не производительности, а низкому энергопотреблению. Ожидается, что такие карточки будут работать в диапазоне от 4 до 15 Вт, что значительно меньше, чем диапазон от 20 до 50 у предшественника. Однако про сами видеокарты на основе Fantasy 2 пока ничего не говорится, но они смогут работать даже с пассивным охлаждением. Энтузиасты наконец-то сумели раздеть процессор Core i9-13900 и взглянуть на его чип. Площадь кристалла Raptor Lake составила около 257 мм квадратных, что примерно на 49 мм квадратных больше, чем у топового 12900K. Увеличение размера вполне можно объяснить возросшим числом малых ядер, которых сюда засунули целых 16 штук. В остальном же процессор должен мало чем отличаться от предшественника, и это скорее Older Lake Plus с выросшими частотами и кучей мелких ядер. Китайская компания Metal Fish представила очень необычный компьютерный корпус Y2 Fish Tank. Новинка совмещает в себе корпус формата Micro ATX, расположенный в нижней части, а также настоящий аквариум для домашних рыбок сверху. Размеры Y2 Fish Tank составляют 370 на 250 и на 290 мм, а его общий объем равен 27 литрам, где 13 отведены под аквариум для рыбок. Толщина стенок аквариума составляет 5 мм и в комплект поставки включен фильтр, работающий от USB разъема. Для обладателя аквариума производитель также предусмотрел наличие подсветки, которой можно управлять с помощью дистанционного управления. Хотя у самого компьютера имеется своя подсветка и она не совмещена с аквариумом для рыбок. Сам производитель ничего не говорит о том, как аквариум влияет на охлаждение ПК, но весьма вероятно, что при использовании не очень эффективного охлаждения снизу, верхним обитателям может в какой то момент стать довольно тепло. По данным же портала Tom's Hardware, такой корпус Metalfish уже продается в Китае по цене ниже 75 долларов. Компания SK Hynix успешно побила рекорд, недавно установленный компанией Micron. Недели ранее Micron сообщила о начале поставок самой многослойной в мире 232-слойной памяти 3D NAND. Но SK Hynix успешно выходит вперёд, сообщив о начале поставок образцов 238-слойной памяти 4D NAND. Не трудно предположить, что SK Hynix и Micron получают такие чипы благодаря укладке друг на друга 128-слойных кристаллов. В процессе такой притирки часть слоёв теряется или идёт в брак, что не позволяет добиться идеала в виде 256-слойных микросхем. Таким образом, Micron смогла гарантированно производить 232-слойные чипы, а SK Hynix добилась чуть лучшего результата. И стоит отметить, что 4D NAND это маркетинговое название обычной памяти 3D NAND с некоторыми улучшениями. Китайский гигант Huawei сообщил о прекращении продаж продукции в официальном интернет-магазине Huawei в Mewmall, а также в одной наимённом мобильном приложении. В опубликованном на сайте уведомлении говорится, что продажи на площадке в Mewmall остановлены 1 августа с 10.00 по московскому времени. О причинах такого решения ничего не говорится, как и не сообщается, планируется ли возобновить работу магазина в будущем. При этом Huawei подчёркивает, что заказы, ранее размещенные в Mewmall, будут доставлены в обычном режиме и гарантия будет предоставлена всем. Портал IGN со ссылкой на статистику YouTube Gaming рассказал о первых успехах на платформе игры Elden Ring от японской студии From Software. Как стало известно, за первые 60 дней с релиза Elden Ring ролики про игру собрали суммарно 3,4 миллиарда просмотров. Для сравнения, GTA 5 на запуске в 2013 году дотянулась только до 1,9 миллиардов, а значит Elden Ring пока абсолютный лидер. Однако не стоит забывать, что YouTube тоже вырос за все это время, поэтому не совсем правильно сравнивать эти показатели. В YouTube Gaming тоже не спешат называть запуск Elden Ring самым крупным игровым релизом в истории сервиса, но это не меняет факт масштабности самой игры. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали царским лайком. Также огромное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал в это тяжелое для блогеров время через подписку на Boosty, спонсорство на YouTube или через донаты на Тинькофф. До скорого друзья.